Всем доброе утро! Сегодня у нас восьмой каст завтрака с гибри. Я прошу прощения, что сегодня как-то вот так, но у нас проблема. У меня почему-то наотрез отказывается компьютер подключаться к Блабу, и поэтому я сейчас буду вещать вот со своего таблета. Ну, наверное, что-нибудь получится из этого дела. У меня сегодня такое было, ну, будем так говорить, не скажу, что это откровение, но, по крайней мере, на что я обратил внимание. Я обычно по утрам смотрю, ну, вот израильскую передачу, которая называется «Доброе утро, Израиль», и у меня она так фоном идет, там есть периодически интересные вещи, о которых говорят, но сегодня как-то я обратил внимание на две такие серьезные, на два серьезных момента, которые меня, честно говоря, немножко, ну, не сказать, что шокировали, но, по крайней мере, так будем говорить, очень сподвигли поискать ответы на эти места именно в Писании. Дело в том, что первое, что меня удивило, то, что из этой передачи исчезли новости. Я обычно утром смотрю новости, потому что, ну, хочется знать, что происходит в стране, глобальные новости я не смотрю, потому что там все миллион раз продано и куплено, я не знаю, или там вообще есть какая-нибудь, хотя бы два слова правды, а местные новости просто знают, о чем идет речь, чтобы потом уже в течение дня не заглядывать ни в новостные порталы, никуда, ни в Facebook, не читать все. Завтра утром скажут, какие новости были в прошлый день. Ну, вот они исчезли, их нету. Я что-то слышал, ждал, ждал эти новости, в 9 часов их не появилось. Вместо них появляется реклама какого-то нового портала, который называется Провида, и они рекламируют всяческих там, как они называются, магий, чародеи, ну, и прочие всякие товарищи. И меня вот, как бы, я вспомнил несколько лет назад, было уже такое, когда у 9 канала нашего, по-моему, через деньги, и их начальник запустил вот этот вот портал, когда нужно было звонить кому-то совершенно немыслимо дорогому телефону, и у экстрасенсов спрашивают там всякие вопросы, они там делали какие-то страшные пасы руками, раскладывали карты, видели дух императора Александра Третьего, ну, и прочая всякая вот эта вот ересь, и народ-то велся, и они говорили, говорили, что подождите, мол, у нас все возобновится на 9 канале, у нас сейчас все будет хорошо, мы закроем все наши долги, и у нас все появится, все будет хорошо. И прошло несколько лет, и опять у них, видимо, появились долги, потому что у студии 9 канала, насколько я знаю, своей новостной студии нет, они ее арендуют, и, соответственно, они получают деньги от каких-то спонсоров, видимо, спонсоры кончились, и сейчас вот они опять запустили этот вот канал, рекламируют канал Провида, в котором призывают ходить и обращаться к магам, колдунам и так далее. И все бы было бы ладно, бог с ним, что называется, пусть ходят к колдунам, но на минуточку дело происходит в Израиле. И такой 9 канал наш, это такой прямо из себя весь еврейский канал, там народ книги, там все такое. Я вообще хотел спросить, знают ли они, какой книге они народ, и если знают, какой книге, то читали ли они ее. Похоже, что никто ее не читал, никто не интересовался вообще, что там в этой книге написано. И раньше хотя бы там какие-то, ну, я уж говорю, в незапамятные времена выступал хотя бы кто-нибудь за иудаизм, там, ну, например, Эстер Сигал там была. Ну, пусть хоть по-парисейски, пусть хоть как-нибудь, ну, хоть как-нибудь хотя бы там людям Слово Божие доносили. А тут вдруг вообще все исчезло, чисто светская передача, постоянные там гороскопы все эти, звездочеты и всякое прочее. Сейчас они еще рекламируют этот вот канал магии. И ничего удивительного в том, что у 9-го канала нет денег на новости, я не вижу, потому что об этом написано в Писании, вот написано в двух местах книги Левит, по поводу всяких этих волшебников и магов и всего остального прочего. И два этих места, они прямо пересекаются, они прямо на одной странице написаны в книге Левит. Первое место, где написано, 19-я страница, 19-я глава, прошу прощения, 31-й стих. Не обращайтесь к взывателям мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Израиль, напоминаю, это Израиль. В Израиле мы вот призываем людей ходить к волшебникам, магам. А, и сейчас еще они начали рекламировать какой-то второй сезон, по-моему, «Битвы экстрасенсов», или как он там называется, «Черное-белое», и объясняют это тем, что это никакая не мистика, это все еще то, что мы не можем себе объяснить, то есть как бы все в порядке. Ну, что называется «Бог судья», но дальше написано совершенно четко. «Если какая душа обратится к взывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Ну, как бы я не думаю, что кого-то Господь сегодня истребит, потому что все-таки даже сегодня действуют гораздо более гуманные методы воздействия даже у Бога на людей, хотя он остался таким же радикальным, он никогда не менялся. Бог всегда вчера, сегодня и всегда один и тот же. И в Новом Завете Бог тоже говорит совершенно четко по поводу вот этих всех колдунов и всего остального. Галатам, Павел пишет, Галатам, 9 глава, извиняюсь, 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство». Это то, что мы видим по телевизору, поэтому телевизор у нас в течение дня заканчивается эта утренняя передача, и он молчит весь день. Прошу прощения. Следующее – это идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разноглазия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вам это не напоминает ничего? По-моему, это все, что показывают нам сегодня по телевизору. Ну, мне так кажется. «Предваряю вас, как и предварял вас прежде, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». То есть, я не знаю, пусть даже там на этом девятом канале все сидят прям такие прожженные атеисты, но если они такие прожженные атеисты, то зачем они тогда делают своим детям, мальчикам бармицвы, делают обрезание? Это же все заветы с Богом. Причем тут тогда атеизм? Получается, как бы, такая политика двойных стандартов. Ну, и плюс ко всему еще и ворожить там, к волшебникам нас всех отправляют. Короче говоря, я не знаю, как и где, но, по-моему, в этом случае здесь с девятым каналом пророчества какие-то но сбудутся. Они уже сбываются, у них уже нет денег на новостные передачи, потому что новостная студия стоит очень дорого. В общем, короче говоря, вот такой вот у меня был сегодня неприятный завтрак с Библией, но я все-таки хотел эту информацию донести, вот что меня сегодня коснулось. И только остается молиться. Девятый канал за мне хороший канал, там работают хорошие ребята. Они всего-навсего получают деньги. Но они журналисты, и я думаю, что журналист имеет право на свое мнение. И инновационный журналист, собственно говоря, который может сказать, я там, ну, не хочу принимать в этом участие. Многие ушли из девятого канала в свое время. Короче говоря, вот я просто хочу молиться за тех ребят, которые там работают, чтобы они не остались без работы, потому что видно, что им это дело нравится. Они занимаются любимым делом. Они не просто там отрабатывают свою зарплату, как на некоторых каналах. И действительно, им огромное спасибо, вот ребятам особенно, которые ведут утреннюю программу. Я другие не знаю, потому что я их не смотрю. А вот ребятам, которые ведут утреннюю программу, им огромное спасибо. И просто задумайтесь над этим делом. Если уже нет денег на новостные программы, может быть, завтра не будет денег и на Доброе утро. И вместо него опять начнут показывать нам этих дештальтерапевтов и всяких там вызывателей духов, император Александр Третий. Короче говоря, вот так вот. И я желаю, чтобы у вас в жизни этого не было. Чтобы вы всегда уповали на Бога, потому что Бог с нами, тем более в Израиле. Написано, что он никогда не отвернется от народа своего. И перестать заниматься этой антибожеской пропагандой, при всем при этом продолжая какие-то там делать действия на тему. Ой, давайте сделаем бармитц, ой, давайте сделаем обрезание, ой, давайте сделаем то, давайте это. Короче, вот немножко, чуть-чуть здравого смысла. Оставьте пока веру в покое, чтобы верить в Бога, нужно быть очень здравомыслящим, очень умным человеком. Но вот хотя бы чуть-чуть здравомыслия тем, кто это все делает, тем более в Израиле. Спасибо вам за внимание, пусть у вас будет благословенное утро, и всего вам доброго. Пока, до следующей встречи. Я надеюсь, что завтра компьютер будет работать нормально, и мы встретимся с вами завтра в 9.30, как обычно, утром по Израилю в 9.30. Спасибо за внимание, пока. Субтитры подогнал «Симон»